Сегодня практически все форумы об отдыхе в Абхазии содержат в себе несколько заметок по поводу неудовлетворительного состояния прибрежных территорий. И к сожалению зачастую это так. Если пляж не занят санаторием или домом отдыха, то за ним никто не следит. А бывает, что не очень хотят напрягаться и сами владельцы гостиниц с отведенными им территориями. Перед туристическим сезоном 2016 года Министерством по туризму был разработан проект, который по мнению многих глав администраций и самого министерства будет способствовать улучшению сложившейся ситуации. Предпринимателям будут даваться определенные зоны, в соответствии с ГОСТом они должны будут благоустраивать эти зоны. Такой договор будет подписываться главами администрациями с индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами. По итогам проведенного конкурса, кто представит самый лучший экскиз непосредственно, то есть оказание тех или иных услуг, то есть если комиссия проголосует, если дадут разрешения, то есть непосредственно такой договор будет оформляться между участниками. В данном проекте гарантом выполнения прописанных норм и перечне предоставляемых услуг выступит специальная комиссия. И если нарушения будут, непосредственно эти договора будут расторгаться. Внедрение таких соглашений не экспериментально, и там, где они работают, есть ощутимые результаты в сфере благоустройства пляжных территорий. Жаль только, что это не в Абхазии. Это хорошее, это не только мы. Здесь такие же мероприятия проводят и другие регионы, где развивается туризм. То есть с такими путями только можно сегодня довести до определенного уровня. Также мы сейчас работаем над законопроектом о курортах и природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях Республики Абхазии. Именно в этом законе также будет отражаться непосредственно, что я представляю пляжную зону и как можно эксплуатировать на эту Республику Абхазию для оздоровительных целей. И если в популярных туристических центрах Абхазии дела с благоустройством пляжей обстоят уже лучше по сравнению с прошлыми годами, есть торговые точки и места общепита, аттракционы, зонтики, лежаки и многое другое, то в Ачимчирском, например, районе набережная сравнительно пуста. Учитывая результаты прошлого года, по Ачимчирскому району наблюдается приток немалого количества отдыхающих. Для того, чтобы разместить всех отдыхающих, которые имеют желание в Ачимчирском районе, таких возможностей у Ачимчирского района, какие есть, скажем, у Гагры, по городу Сухун, безусловно, у нас пока на этом этапе сложно. Здесь приведением в порядок пляжей в основном должна и вынуждена заниматься именно администрация. Насколько это возможно, мы особое внимание уделяем санитарной очисткой этих территорий, пляжей. И потихоньку мы это приводим в порядок, чтобы создать нормальные условия для отдыхающих как на пляже, так и на берегу и в черте города. Этот район может предложить туристам не меньше достопримечательностей, чем другие. Это в первую очередь все, что связано с нашими береговыми полосами, море, горячие источники. Две пещеры в селе Отап и, естественно, Мокский монастырь и Иловский храм. Проект Министерства по курортам и туризму готов и вскоре будет обсуждаться на заседании Совета Министров. Хочется отметить, что это действительно качественное мероприятие может вдохнуть жизнь в некоторые районы Абхазии. Ведь именно прибрежная полоса, простирающаяся вдоль всей страны, влечет к себе туристов со всего света в первую очередь. Редактор субтитров А.Семкин